Всем привет! Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. Вот решила с вами поиграть в игру очень увлекательную, которая называется «Какашка». Вот такое вот интересное название. Надоело мне рассказывать всякие вам басни, презентации. Все любят играть. И сейчас мы подождем людей. Напишите привет, из какого вы города. И когда будет у нас человек 15, я расскажу правила, и мы будем начинать играть. Привет, Виктория Элвитова. Привет, Елена Стрелец, Андрей. Виктория у нас из Ростова-на-Дону. Я тоже. Спасибо за ваши лайки и прошу поделиться моей трансляцией. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова, и я в бизнесе с 2013 года. Но речь сегодня не о бизнесе, а о увлекательной игре. Сейчас еще подождем народ. Поделитесь, пожалуйста, трансляцией, и я вам расскажу правила. У меня нет чата. Но если вы со смартфона, то вы видеть меня не будете, чтобы написать сообщение. То есть со смартфона не очень удобно. А если вы смотрите с ноутбука или с компьютера, то видно. Вот изображение видно и комментарии видны. Правила такие. Игра называется какашка. И я вам буду говорить фразу, и что это хорошо. А вы мне будете говорить наоборот, чем эта фраза не хороша. То есть наоборот вы будете писать. И или я вам буду говорить, что что-то это плохо, и вы мне будете утверждать обратное. А в конце игры я вам скажу, почему игра называется какашка. Поэтому будьте с нами до конца игры. Первая фраза. Вставать рано это хорошо. А теперь напишите мне обратное. Чем вставать рано это плохо. Жду ваших комментариев. И пожалуйста поактивней. Вставать рано это хорошо. Не да, Виктория, а надо... Правила такие. Я вам говорю фразу, например, вставать рано это хорошо. А вы мне пишите, вставать рано это плохо, потому что человек не высыпается. И так далее. Приходится заводить будильник и так далее. Вот кто говорит, кто рано встает, тому Бог подает. Андрей, вы не поняли правила. Я говорю, вставать рано это хорошо. А вы мне должны наоборот утвердить, чем плохо вставать рано. Вот. Елена Стрелец поняла правила. Плохо вставать рано, потому что человек идет не на любимую работу. Вот. Елена поняла правила. Плохо, Борис пишет, потому что хреновое настроение, когда встает рано. Вот я тоже не люблю вставать рано. И я встаю тогда, когда высыпаюсь. Дальше. Надеюсь, все поняли правила. Идем дальше. Кушать на ночь это плохо. А теперь напишите мне, почему кушать на ночь это хорошо. Наоборот. На Татьяна Ворошила хреновое настроение, ничего не хочется делать. Кушать на ночь это плохо. А напишите, почему хорошо кушать на ночь. Жду ваших комментариев. Кушать на ночь плохо, в жир откладывается. Нет, Елена, наоборот теперь пиши. Если я говорю фразу, кушать на ночь это плохо, а вы мне пишите наоборот. А вы мне пишите наоборот. Почему кушать на ночь хорошо? Не засыпается, если не сыт. Правильно, Татьяна? А еще? Потому что вкусно. Кушать хорошо, настроение поднимается. Я на ночь тоже иногда кушаю. Да можно сказать, не иногда. Мы с Борисом, когда ложимся спать, нам приспичивает есть. И мы идем на кухню. В основном я ем йогурты ночью. Такое тоже бывает. Виктория, это хорошо, потому что утром есть не хочется, и время на завтрак не тратится. Спиться на сыты желудок лучше. Молодцы, хорошо справляетесь с заданием. Следующая фраза. Курить. Привет, Лариса. Кто не понял, вот кто присоединился, я правила рассказываю. Я вам говорю фразу. Например, фраза, что это хорошо, а вы мне наоборот утверждаете, чем эта фраза плохая. Например, кушать на ночь это плохо, но кушать на ночь хорошо, потому что вы не голодный ложитесь, лучше засыпается и так далее. Дальше. Курить это плохо. А теперь, курильщики, напишите, чем курить хорошо. Курить круто, успокаивает. Ну, конечно, кто курит, кого-то успокаивает. Татьяна, успокаивает. Может быть, когда человек курит, у него какие-то мысли приходят. Ну, чем-то, может быть, какие-то плюсы в куриве, наверное, есть. Я никогда не курила, поэтому курильщиков не смогу понять. Дальше. Выпивать алкоголь, это плохо. А теперь напишите, какие плюсы в этом есть. Чем выпивать хорошо? Виктория, хорошо, потому что человек становится умнее, приходят мысли. Все гении курили, не курю, курящих презираю. Им знакомо мне, нет, расслабляешься. Так, переходим к следующему. А, вот, выпивать алкоголь, это плохо. Татьяна пишет, расслабляешься. Ну, иногда бывает, когда с работы приходишь, и голова вот такая вот, и человек бывает, может, выпивает, и отдел насущных, и как-то отключается. Или, если, например, молодой человек стесняется подойти к девушке, и пригласил ее в кафе, они выпили, и у них начинает развязываться язык, и они как-то сближаются с помощью алкоголя. Какие-то плюсы тоже есть, но всему надо знать меру. С утра выпил, весь день свободен. Бывает наоборот, расслабляет. Алкоголь изменяет человека и раскрепощает. Молодцы. Дальше. Помогать людям – это хорошо. А теперь напишите, почему помогать людям не очень хорошо. Какие есть минусы в том, помогать людям? Почему помогать людям плохо? Жду ваших комментариев. Плохо, потому что не ценят. Так, Елена, хорошо. Это плохо, зря тратишь свое время и отказать не можешь. Еще. Кто людям помогает, то тратит время зря, как в песне, да? Хорошо. Что, Лариса, хорошо? Помогать людям хорошо, а чем плохо помогать людям? Лариса, вы правила поняли? Если я говорю какую-то фразу, что это хорошо, вы мне должны утвердить обратное. Чем же это плохо? Хорошими делами прославиться нельзя. Минус в том, что не ценят. Татьяна, нет взаимности. Да, некоторым, если постоянно помогаешь, они могут сесть на голову. У меня есть такая подруга. Она живет очень бедно и ничего делать не хочет. Ее кормит ее брат, который работает в церкви. Ему ее жалко. И она настолько бедна, она работает уборщицей. И она знает, что будет у нее стабильная зарплата, 8 тысяч рублей на двух работах. И брат всегда ей поможет, привезет картошки, даст какие-то баушные вещи, потому что ей жалко. Вот она привыкла, что ей помогают. Вот в этом минус, что почему помогать плохо. Никакой отдачи, да, таких моря. Минус в том, что не ценят. Дальше. Изменять любимому человеку это очень плохо. А какие плюсы в этом есть? Вот такая щекотливая тема. Жду ваших комментариев. Ну вот в соседней комнате сидит мой любимый человек. Что он напишет интересно? Для женщин прибыль, да, Татьяна? Экстрим. Новые эмоции. Какашка. Новые ощущения. Кураж. Борис. Дальше. Любить это хорошо. Утвердите обратное. Почему любить плохо? Любить это хорошо, а почему любить плохо? Кто как считает? Нет плюсов? Любить плохо без взаимности. Согласна. Человек может предать. Это плохо. Могут разбить сердце. Да, особенно, когда нет взаимности. Денис, ты, наверное, недавно присоединился. Какашка. Почему игра называется? Вы узнаете в конце этой игры. Поэтому оставайтесь с нами до конца. Дальше. Следующее. Много зарабатывать это хорошо. Почему много зарабатывать неплохо? Напишите, пожалуйста. Зарабатывать это хорошо. Конец. Минут через пять. Почему много зарабатывать это хорошо? Голова болит. Куда потратить? Я думаю, так люди не поймут. Я думаю, что будет очень много завистников. И еще будут люди всегда просить в долг. У меня просят человек по десять. Сегодня уже двое попросили у меня в долг. Никто не верит, что зарабатывать много. Да, да, да. Чем больше денег, тем жадным становишься. Что за приз? Приза никакого нет. Это просто прямые трансляции. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Дальше. Быть высокого роста это хорошо. Напишите, чем плохо быть высокого роста. Вот я всегда была высокого роста и в школе от этого страдала. Я стояла первая на физкультуре. Да, Виктория. Башкой постоянно цепляешься. Переходим к следующему. Почему быть высокого роста? Я сказала, хорошо, а чем это плохо? Косяки сшибаешь. Да, я вот здесь вот помню, разбила себе голову об косяк. И врач-хирург, когда мне было 15 лет, спросила, какого ты роста? Где же ты на в росте 175 гвоздь нашла? Денис, у нас тут есть люди по 12 лет, поэтому попрошу без пошлости. Хорошо? Либо мне придется вас удалить. Так. А меня всегда обзывали каланчой, шпалой и кричали на весь двор. Вот. В чем плохо. Дальше. Жить в общежитии это плохо. А почему жить в общежитии хорошо? Какие плюсы в этом есть? Напишите. Жить в общежитии это плохо, а чем же жить в общежитии хорошо? Напишите. Хорошо. Соседи могут быть подруги, крыша над головой хоть какая-то. Все тебя бомжом считают. Денис, надо писать наоборот. Если я говорю жить в общежитии это плохо, надо писать наоборот, какие плюсы есть. Вот какие правила. Тусить можно каждый день. Общество всегда с тобой. Соседи, алкаши веселые. Тусишь каждый день в молодости все хорошо. Будем мы заканчивать. и знаете почему какашка это хорошо? Ведь миллиарды мух не могут ошибаться. Правда? С вами была Ирина Маркелова. Спасибо, что пришли. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok